подольская швейная машина значит делает вот такую строчку это на низ это сверху путает тянет на низ обрывает надо конечно попробовать и посмотреть что там внутри челноке значит кручу шкив шкив вот тормозит тормоз идет ну вот сюда вот такой болт длинные вставили видно что здесь конечно болт у нас не по резьбе перерезали уже болтом резьбу ну значит попробуем поставить на этот болт но так как этот болт еще длинный пытались закрутить соответственно тут очень много свободного места так ну что можно сделать нам нужно попробовать а чтобы попробовать значит нужно сначала нам сделать ручку так беру закручиваю да вот вроде так нормально идет вот все вот сколько там резьбы прорезали дальше уже не идет значит ну все вот уже тормозит судьбу испытывать не будем значит так и оставим на этом болту только суда мы поставим вставочку чтобы можно было зажать нашу ручку взял гайку вот так вот я думаю что здесь вот нам место смотрите как раз хватит затянуть нашу ручку вполне достаточно значит подобрал больше диаметром гайку так ну и теперь нам нужно закрутить подходит подходит держит ручка тоже болтается значит это мы снимем и возьмем вот так вот подтянем вин здесь в общем то я не знаю как они пошили здесь ну факт на лицо так и теперь подтяну но теперь дело другое так ну вот видно что тормозит тормозит шкил вот видите так но это уже будем смотреть потом сейчас нам нужно взять и попробовать прошить что у нас тут получится так ну пробуем шить так заедает вот уже заживала нитку заживала все за его дальше не идет так смотрите вот что делает видите петли на низ причем захватывает и цепляет тут вообще напутала вот так ну что посмотрим что у нас внутри конечно же задвижную так снимаем так но машина видите с пластиковым полукольцом значит снимаем шпульный колпачок так откручиваем пластину пластину видно уже кто-то рифтовал видно что кривая здесь тоже вот что-то уже терли такому вот смотрим вот она наша беда ну вот смотрите что у нас получается вот у нас носик челнока вот у нас пятка челнока смотрите вот пластина она какая-то короткая видите и она не заходит сюда правильно абсолютно ну вообще что-то что-то не то вот этот хвостик на пластине он должен заходить был быть загнут вот сюда краешек а он прямо вот стоит и когда я ставлю видите вставляется наш челнок плотно его смотрите где он вставляется выйти вот он должен пружина должна быть впереди а пружина у нас перекрывает ход нитки вообще это раз второе носик челнока носик челнока очень далеко от иголки можем да это абсолютно никуда не годится и смотрите носик челнока здесь совсем тупой вы видите что делается вот удары от иголок по оставались так ну как то так совсем никак ну и вот смотрите у меня челнок совсем не двигается вот он заклинил вот сюда и соответственно свободного хода нету значит вот эта пятка она проваливается ложится под демпферную пружину значит ну если как положено надо снять вот эту демпферную пружину и взять кончик вот этот нагреть и подогнуть чтобы вот эта пластина она легла вот сюда на пятку нашего челнока будут надо сделать так хотя вот этот хвостик но он как бы очень коротковат ну не знаю посмотрим там по ходу значит ну вот это нужно сделать обязательно так машина работать не будет видно что здесь кончик выгибали так ну ладно снимаем здесь мы вот нужно отметить с каких пор подгибать нужно вот здесь и видно вот это тот кончик как раз так здесь кончик нужно подогнуть снимаем так здесь два винта значит откручиваем один винт надверточку магнитик чтобы у нас винт не улетел вот так вот так прокручиваю нашу каретку и откручиваю второй винт так ну вот смотрим взял вот так вот пластину взял плоскогубцы и беру нагреваю кончик вот он нагревается нагревается воду нагревается до красноты беру теперь вот так вот перехвачиваясь и вот так вот раз загнулась а сразу же эту холодную воду смотрим что у нас получилось вот кончик у нас загнут все отлично так как мы и хотели значит теперь поставим на машину и тому же нам будет видно если что-то недостаточно подогнули значит можно еще разочек перегнуть нагреть до красна и опять же подрифтовать в холодную воду так теперь беру ставлю нашу пластину когда тусик вставляю и теперь